Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно, для Петербурга и вообще для Северо-Западного федерального округа это действительно большое и важное событие. Но, знаете, я бы очень хотел сразу пригласить в эфир президента фонда «Живая классика» Марину Смирнову, которая расскажет все так интересно, что, в общем, мне, наверное, даже не нужны будут никакие дополнения. Марина, здравствуйте. Действительно, вот форум, фонд давно работает. И скажите, кто принимает в нем участие? Какие проекты могут быть в нем? Ну и немножко побольше об этом. Хорошо, да. Фонд существует уже более 10 лет. Мы занимаемся проектами образовательными для детей. В основном все эти проекты в области литературы. Самый наш известный конкурс — это конкурс «Живая классика». Это международный конкурс частицов, когда дети выбирают отрывки из любимых книг прозаических и читают их друг к другу. Этот конкурс проходит в несколько этапов. Он проходит в школах, и в конкурсе принимают участие 30 тысяч школ и вообще 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и еще из 80 стран. Потом конкурс проходит в библиотеках, на региональном этапе. После этого дети приезжают в Артек, и суперфинал на Красной площади, он транслируется в интернете. И каждый год мы приглашаем кураторов нашего конкурса приехать в Петербург. И первоначально тот форум, который вот-вот начнется, он был задуман как встреча кураторов этого конкурса. Но потом он вырос сначала в педагогический форум, а потом в международный педагогический форум мы стали обсуждать самые разные проблемы, связанные с преподаванием литературы. В основном, конечно, и с проблемами чтения. И на этом форуме будут выступать и психологи, и психотерапевты, и социологи, и, конечно же, литературоведы, и книжные блогеры. То есть мы хотим поговорить о чтении с самых разных сторон. Например, как меняется психология подростка, почему он перестает читать, или какие книги в каком возрасте ему интересны, или кто больше читает, мальчики или девочки, или что такое ситература, и каких авторов читают в интернете. С самых разных сторон. Но будут и другие темы. Например, приедет из Хабаровска директор школы Шамонова, которая создала совершенно уникальную развивающую среду в своей школе. Это четырехэтажная школа, которая похожа на Диснейленд. Вы заходите в школу и видите сеть железных дорог, все железные дороги России, по которым ездят поезда. Все это сделано руками детей. Вы видите планеты, которые свисают с потолка, и вы можете себе представить, как выглядит галактика. Вы видите огромные бутылки красные, и там написано, сколько сердце перекачивает в час крови, например. То есть абсолютно все, что дети изучают на предметах, тут же иллюстрируется. И вот эти выставки, они постоянно меняются, в зависимости от того, что они сейчас изучают. И Шамонова будет выступать 22 числа в 9.30 утра на форуме, и будет делиться с петербургскими директорами школ тем, как создавать такую развивающую среду. Вообще форум будет проходить в зале Петроконгресс по адресу Ладейна Польская, дом 5. И мы приглашаем, конечно же, учителей, педагогов посетить форум. А тем, кто находится в других странах, я надеюсь, что у нас есть тоже такие телезрители, они могут посмотреть прямую трансляцию. Потому что на сайте Живая Классика все дни 21, 22, 23 и 24 с 9.30 утра до 3.00 часов дня будет вестись прямая трансляция. Вы сможете присутствовать на форуме, но в режиме онлайн. Спасибо большое. Дмитрий, есть ли еще вопросы какие-нибудь? Благодарю, Глеб, все достаточно полно изложено. Благодарю вас за столь подробный рассказ. Благодарю президента фонда Живая Классика Марину Смирнову. И, обращаясь уже к нашим зрителям, повторю, с 21 по 24 сентября в Петербурге будет проходить международный педагогический форум Живая Классика. Форум призван сохранить литературное слово русского языка. Это был в прямом эфире «Союз онлайн». В студии работал Дмитрий Шакоров. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok